привет всем вы на канале позитивный огород сегодня мы с вами будем делать одно из самых простых и в то же время полезных для растений удобрений которые можно полить такие вот молодые огурчики можно полить также лук и другие различные культуры конкретного здесь у нас огурчик изящный а с самого краешку огурец необыкновенное чудо причем посажен он из просроченных семян два штуки вот они ведь такого достаточно хорошего качества оказались и изящный он всегда у нас демонстрирует очень хороший рост не должен порадовать урожаем огурчики нос и все другие наши теплолюбивые такие растения продолжают находиться под укрытым материалом посажены на теплую грядку нет лишнего таких солнечных лучей и в то же время у нас прогнозируется небольшое похолодание ближайшем будущем в это их будет оберегать также это удобрение будет замечательно подходить и для лука вот этот лук у нас посажен китайским способом уже у нас так хорошо достаточно трос который был уже такими наклюнувшими перышками они ведь уже такие вообще пушистые большие который был поменьше у нас соответственно немножко поменьше и смотрите если вдруг у нас будет здесь оголяться луковицы просто необходимо подклести немного землю ты мне сейчас пока у нас не идет именно формирование самих этих луковичек нужно защитить это местечко какой-то небольшой опущение земли немного прибавить сюда грунт и покажу лук к себе шин ялтинский красный все они прижились рассада уже пошла новенькая перышко это значит что лучок наш будет хорошо развиваться и лук-порей не посажен таким же способом должен начал приживаться отрастать так ну а теперь перейдем к самому удобрению для этого нам понадобится пластиковая емкость в нашем случае это тазик можно использовать какие-то пластиковые бочки раньше наверное на протяжении двух или трех лет мы использовали железную бочку но затем вдруг где-то прочитали такую информацию что в этой железной бочки начинаются там кита окислительные реакции различные и может быть это как-то навредить нашим растениям хотя в принципе какого-то вреда именно от этих железных бочек мы не наблюдали и возможно в дальнейшем мы еще сделаем и удобрение вот это в железной бочке необходимо также нам для удобства наверное застелить все целлофаном что потом лишнюю силу не тратить на отмывание нашей тары и для этого нам потребуется также такая трава зеленая чтобы приготовить зеленое удобрение если вы спросите почему у меня трава в мешке попытался сделать ферментированную тут какое-то новомодное такое удобрение ферментированная трава затем чтобы с этой ферментированной травы и его замочить на два-три часа а при этом она настаивалась точнее лежала на солнце где-то около четырех суток но у меня ничего не заферментировалась поэтому я буду делать обычно наполняем нашу емкость а вот этой травой для скорейшего созревания там с так скажем нашего удобрения можно ее измельчить но мы никогда и не измельчали прямо так вот как она есть заполняли главное заполнить достаточно так плотно чтобы у нас кем она лежала хорошо плотненько теперь я переезжаю с нашим этой тары в теплицу нам необходимо положить немного навоза здесь у нас будут различные такие бактерии которые помогут быстрее получить там это самое зеленое удобрение хотя вот немного так вот и возьму грядки с этой наверно в принципе должно хватить нам вот эти бактерии они нам помогут сделать это самое зеленое удобрение можно сюда добавлять дрожжи но если вы добавляете сюда дрожжи то нельзя этим будет удобрением поливать лук чеснок чтобы вы сделать вообще универсальным то лучше не добавлять дрожжи отдельно сделать при необходимости дрожжевую подкормку и теперь нам осталось только заполнить остатки этой бочки травой какую траву можно использовать для любого в принципе и сорняки все подойдут и крапива полезно очень будет и одуванчики различные пыре и различных какая у вас есть трава такой выберите хотя здесь смотрите я вытащил это но траву она немножко начала правда ферментизироваться смотрите на самом низу немножко вот это из этого вот смотрите можно также если вы вдруг захотите такую быструю подкормку где-то 24 дня и сажарка она за два дня должна принципе получится вот эту траву соответственно мы также складываем такой вот мешок также мы и ложим на солнечное место на 24 дня а затем берем просто вот эту траву замачиваем в воде на 3-4 часа и затем уже поливаем этим настоем наше растение в общем вот мы и переложили и оставляем на 3-4 часа а затем уже можно если рассада требует прям таких экстренных мер можно прям концентрированным вот этим раствором поливать но по влажной земле если чего-то опасаетесь можете развести соответственно один к одному с обычной водой заполнили все травой достаточно так плотно можно сюда также добавить полстакана золы ну то есть вот такую небольшую емкость где-то на 2 10 литровых ведра где-то на 20 литров хватит и полстакана золы если вас большая емкость то можно побольше добавить золы и сейчас мы это все зальем водой и поставим настаиваться на солнечное такое достаточное место где-то 7 хотя бы суток чтобы у нас про настаивалась пробродила а затем мы уже будем использовать готовый рабочий раствор из расчета 1 литр вот этого настоя на 10 литров воды и поливать уже по пролитой заранее почве то есть что почву у нас была влажная заполнили все водой и чтобы у нас это удобрение было всегда в наличии необходимо периодически подкладывать новую свежую траву то есть пройдет нас тут 7 дней настой у нас настоится когда можем активно так использовать просто периодически подкладывать новую такую травку и тогда у нас будет всегда возможностью подкормить наши растения при желании конечно можно накрыть это все каким-то целлофаном потому что запах будет не совсем приятным либо вот этот вот тазик или емкость какую-то но в какое-то такое место на своем участке поставить чтобы она и одновременно солнечное было и удаленные вот как от тех мест где вы часто вот находитесь чтобы запах его вам как бы не мешал и кому будет интересно я к этому видео прикреплю видео о том как у меня начиналось именно приготовление ферментированного удобрения раз но мне хотя бы немного но получилось но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще гости и пока пока до новых встреч сил вам самого доброго и хорошего вам вернее отличного урожая и готовим быстрое удобрение из ферментированной травы нарвали всевозможные травы это у нас и пырей и крапива и одуванчики то есть те сорняки и у вас есть можете их сорвать берем такой темный пакет желательно черного цвета все это складываем в пакет хорошенечко все это завяжем и положим на солнечное место на двое суток двое суток у нас эта трава пролежит на солнце и соответственно за это время она вот так вот ферментизируется завязали наш пакет я еще для надежности положу и вот такой темный пакет положили на солнечное место где на солнышко будет как можно больше желательно чтобы весь день на него светила на пакет солнца и придавили все кирпичом и будем ждать два дня